Друзья, технику мы победим, несмотря на то, что есть определенные проблемы. Так, ну что, друзья, приветствую всех. Сегодня у нас 29, правильно? 30 августа. Крайний день перед... Так, громко, да? Алексей пишет громко сейчас. Андрей, напиши тогда в чате это самое. Видно, слышно, нормально? Да, отлично. Значит, друзья, 30 августа, среда, значит, традиционно наш с Алексеем технико-экономический вебинар по развитию проекта Skyway. Вот, у нас событий и много что происходит сейчас. Вот, как раз все, что в проекте, только темно, да? Ну, здесь, опять же, сейчас свет весь включен, как обычно, так сказать. Поэтому, если немножко темновато, ну, уже, так сказать, давайте с этим мириться. Давайте с этим мириться. У меня, друзья, в прошлый вебинар в среду мы в нем не смогли включиться. То есть, у меня 5 компьютеров, ни один не взаимодействовал с Мирополисом. До вечера настраивались так и не смогли, соответственно, ничего победить. Вот сейчас несколько дней мы со специалистами решаем эти вопросы. Вот. И еду сейчас в офис в наш Skyway Capital в Москве с айтишниками. И, в принципе, если все будет нормально, то вечером на Юнии Sky вебинаре я уже буду, ну, с Алексеем вместе во всех комнатах на все переводы. Если нет, ну, тогда еще возьмем какое-то время. То есть, пока мы будем сейчас работать с техникой. Потому что произошли какие-то изменения в Мирополисе. У меня 5 компьютеров перестали взаимодействовать с комнатой. Вот специалисты, которым я обычно, мне помогали работать, мы не смогли разобраться, почему. Вот самое. Ну, это, друзья, опять же, технические настройки, технические сбои. Поэтому давайте относиться к этому абсолютно нормально. Как мы называем наш брат, младший брат интернет, иногда дает определенные сбои. Относимся к этому спокойно. Друзья, сегодняшняя дата, опять же, знаменательна тем, что до Экофеста 2018 года осталось 304 дня. Друзья, видите, время летит просто неумолимо, очень быстро. Соответственно, точно так же быстро идет сейчас и работа, и развитие проекта Skyway. На прошлом вебинаре, ну, не вебинаре, а моей трансляции в Перископе, которую я делал после выступления Алексея, то есть пришлось в такой форме делать свою часть. Друзья, я уже делился и рассказывал о своих впечатлениях и именно работе, которая прошла в Уругвайе, в Латинской Америке. Это начало большой такой работы. Я о ней сейчас тоже так более подробно остановлюсь и расскажу еще направления, в которых сейчас движемся. Но самое главное, друзья, чтобы мы понимали, что мы сейчас стоим на пороге смены очередного этапа. Мы находимся на девятом этапе и будем переходить прямо в ближайшее время, друзья. То есть буквально считанные дни, когда будет объявлено о смене этапа. И здесь я могу сказать, друзья, очень серьезно обсуждается вопрос, и это не пустые слова, и это не какой-то ход, который мы говорим, что сейчас решается вопрос, переход будет на десятый этап или сразу на одиннадцатый этап. Как я уже говорил, что в пятницу на прошлой неделе Анатоль Дарш вместе с Виктором Бабуриным вернулись из Индии. И буквально сегодня, максимум завтра, должен выйти развернутый большой репортаж, интервью и с Юницким, и с Бабуриным, которые расскажут о результатах. И я в преддверии несколько анонс этих результатов дам, но все, конечно, официальную информацию, все вы узнаете именно из этих репортажей. Идет работа сейчас с целыми группами инвесторов абсолютно из разных частей света, с разными фондами, поэтому, как я говорил, что до конца прошлой недели должно было быть принято решение, на какой этап и в какое время будет переходить именно с девятого на десятый этап. При этом вариант о том, что переход может быть сразу на одиннадцатый этап, он не исключается. Во всяком случае, факторы, которые могут на это повлиять, они сложатся буквально на сегодня-завтра. Ну и, соответственно, я думаю, что еще на этой неделе мы с вами уже узнаем дату, когда будет переходить. Для нас, для компании именно венчурного развития, для Skyway, переход на следующий этап, друзья, это очередная веха. Это то, что, значит, мы выполнили те задачи, которые ставили на предыдущий этап, что мы привлекли и вовлекли в нашу орбиту новое количество партнеров, новое количество инвесторов, которые пришли и поверили в проект. Это значит, что мы выполнили целый перечень задач, которые стояли на этом этапе, и, соответственно, двигаемся дальше. И здесь я, друзья, могу просто акцентировать внимание, чтобы очень много и пишут, и очень много разговоров идет, что что-то мы делаем медленно, хотелось что-то увидеть быстрее, особенно какая-то критика там идет, что кто-то что-то там не так увидел. Это, друзья, всегда будет ничего, в этом нет предрассудительного, но просто мы должны с вами понимать масштабность того, что мы делаем. И это как раз, знаете, как в хорошей песне, масштабно видится на расстоянии, и когда, друзья, улетаешь в другую часть земного шара, когда общаешься с руководителями государств и на заседании правительства представляешь свое концепцию видения развития и целой страны, и целого континента, это, друзья, конечно, очень серьезно, скажем так, впечатляет, потому что то, что мы сейчас делаем, новый этап на запуске адресных проектов, то, что мы делаем, друзья, это ни с чем нельзя сравнить, это не с теми масштабами и задачами, которые мы ставили, хотя это все идет в развитии, это все идет естественными путями, которыми мы с вами говорили. Мы говорили, что мы запустим десятки адресных проектов в этом году, они начнутся реализовывать, и в 2018 году будет запущено несколько сотен адресных проектов. А теперь, друзья, что это такое? Я немножко проведу на примере Латинской Америки, куда нас с Франтишиком пригласили, это было открытое заседание правительства, где рассматривался концепция развития Уругвая на ближайшие 5-10 лет, и, соответственно, мы встречались с многими министрами, в частности, с министром транспорта, на этом совещании присутствовал президент страны, личного общения сразу, чтобы не было институации, не было, мы просто высказали концепт, но дальнейшая работа, она как раз предполагает развитие того, что мы декларировали и сделали. То есть основная мысль, которую мы донесли до, ну там был не только предправительство, там и парламент, и весь establishment, то есть деловые круги Уругвая, и не только Уругвая, там были гости из Парагвая, из Боливии, из Перу, из Аргентины. Соответственно, мы показали, что развитие Уругвая и всех ближайших вот этой цепочки латиноамериканских стран может быть только в интеграции, только в новой стратегии развития. И стержнем этой стратегии развития должен стать именно SkyWay, струнные технологии и латиноамериканская сеть Transnet. И мы показали, что отдельно каждую страну, будь то Парагвай, будь то Боливия, будь то Перу или Уругвай, север Аргентины, юг Бразилии, то есть центральная часть латиноамериканского континента, без интеграции через SkyWay, через новые технологии невозможно. И только Transnet дает абсолютно новую стратегию развития для и этих стран, и континента в целом. И мы предложили новую концепцию, это межконтинентальная страса, которая соединит Тихоокеанское побережье Латинской Америки с Атлантическим океаном, а на старт будет брать в порту столицы Перу Лима. И дальше через Анды, там есть расщелина, выходит на территорию Боливии, проходит мимо столицы Ла-Паса, дальше через Ассенсион, это столица Парагвая, дальше через Аргентинскую территорию и соединятся с крупнейшим портом уже Уругвая, Монте-Видео. И таким образом это получается стратегическая трасса, которая соединяет два океана, которая соединяет два крупнейших порта, которые проходят через основные ресурсы, потому что Боливия это 44% всех запасов углеводородов, где-нибудь там в десятки раз больше, чем в Венесуэле, чем в Бадоре, то есть это огромнейшие запасы углеводородов. И мировой энергетический форум в ноябре будет проходить именно в Боливии, в столице Ла-Пас. Соответственно, это крупнейшие запасы железной руды, это самые крупные запасы месторождения Мутун, открытые месторождения, которые дадут именно сырье для сети Транснет, для трасс Скайвэя, для всего латиноамериканского континента. Это, если брать Парагвай и Уругвай, это крупнейшие запасы медного концентрата. В общем, там вся таблица Менделеева. И что самое главное, это девственная природа, это джунгли, это отличная экология и более 50% запаса леса мировых. И как раз трасса, которая пойдет через весь континент, она, соответственно, дальше и пойдет с ответвлением в Бразилию, на Бразилию и на Буэнос-Айрес, и в Аргентину, и вдоль побережья Чили, это, соответственно, соединит Уругвай уже Перу и Чили. Это, друзья, стратегическое направление, это даст настолько мощный толчок для развития всех этих экономик, которые ни одна в отдельности страна, не используя новые технологии, именно транспортные, Скайвэй, не могут иметь перспективу для развития. А Боливия и Парагвай, это страны, которые находятся внутри континента, они не имеют выходов к портам, и, соответственно, это абсолютно новая парадигма. И я могу сказать, друзья, что эта логика принята, и буквально в начале октября, у нас сейчас вот летит через две недели туда наша делегация Скайвэя вести переговоры уже с руководством Эквадора, Перу, Боливии, Парагвая, Бразилии, Аргентины и Чили. Соответственно, наша поездка, то есть я и Франтишек, мы летим в начале октября уже для таких начала конструктивных переговоров именно по построению латиноамериканской сети. И здесь, друзья, как раз очень важно, что ту концепцию, которую мы предлагаем, она накладывается и на новые информационные технологии, и использование уже технологий блокчейн, и для расчета экономики, и для управления, и для финансовых расчетов. И очень интересно рождается логика, друзья, что вот если взять Уругвай, то через Уругвай идет вся поставка контейнеров в Парагвай, в Боливию, это порядка 500, где-то 20 тысяч контейнеров в год. И, соответственно, сегодня мы разрабатываем и предлагаем концепт, когда использование технологии Скайвэй, когда быстрая и дешевая транспортировка сегодня всех грузов во внутрь континента будет сопровождаться с новой системой управления на блокчейне и еще новой финансовой системой. Я могу сказать, что, друзья, это воспринято очень положительно, потому что мы реально ведем речь об увеличении ВВП, ну, таких стран, как Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай, реально в десятки раз. Не в разы, не в один, не в два и даже не в пять. Потому что это богатейшие страны, это страны с мощнейшим потенциалом, но из-за отсутствия инфраструктуры, из-за того, что сегодня в джунглях, особенно там, где разливается Амазонка и крупнейшие уругвайские и Боливийские реки, вот, соответственно, там невозможно строить неистакадный транспорт на насыпях. Соответственно, надо поднимать его над уровень разлива, это выше трех метров, в эстакаде это сегодня безумно дорого, если делать сегодняшними технологиями. Технология Skyway позволяет это сегодня делать, позволяет сегодня предлагать новый концепт, и, друзья, то, что мы сегодня делаем, и я вам перед поездкой говорил, и сейчас, что это новый этап развития технологии Skyway. Все, друзья, остается так же, как и раньше было. Мы строим экотехнопарк, как демонстрационный, именно образец, именно как стенд продаж, то, что мы показываем технологию, что она существует. Мы проводим испытания, проводим сертификацию, и буквально уже в ближайший месяц будут сертифицированы первые образцы путевой структуры и подвижного состава. Это тоже вы в репортажах и видели. Но что самое главное, друзья, мы вышли уже на применение технологии и ее возможностей, исходя из того, что она уже готовится к демонстрации. Да, мы еще пока не вышли на скорости 500 км в час. Эта работа ведется, она будет завершена только к концу следующего года. Соответственно, мы еще сегодня не готовы продемонстрировать тяжелые, ну, многопроизводительные грузовые трассы с производительностью 200 миллионов тонн, но сегодня уже готовы и есть демонстрация на 20, на 50 миллионов тонн, и скорости сегодня уже 150-200 км в час, уже реально которые могут показываться. И уже это сегодня позволяет строить и делать новые адресные проекты. А почему сегодня уже пришло время это говорить? Потому что на следующий год мы это продемонстрируем, покажем. И мы всей логикой развития компании Skyway, нашей группы компаний, именно проекта Skyway, мы показали, что то, что мы декларируем, приходит время, это демонстрируется. И то, что сегодня на Экофесте 2017 года были показаны пять направлений применения технологий Skyway, это уже говорит о том, что мы подошли к реальному применению, и сегодня спрос на эти технологии уже очень большой. Но следующим этапом, следующим шагом мы как раз начинаем. Следующий этап – это уже такие стратегические трассы, стратегическое направление. Вы помните, мы обсуждали и вопрос, соответственно, связанный с строительством кольцевой трассы вокруг Австралии, и, соответственно, трассы в Юго-Восточной Азии, то есть также целая группа сейчас стран, где готовится работа и куда тоже в ближайшее время предстоит поездки. Это уже Вьетнам, Камбоджа, Лаос, соответственно, с выходом и на Китай, и с продолжением дальше в Индонезию. Соответственно, это тоже уже начинают реализовываться те возможности Skyway, которые закладывались изначально. И этот вопрос, который связан именно с стратегическим планированием, с стратегическими вопросами, он сегодня самый важный. И мы подошли к тому, что мы можем уже это декларировать, мы подошли к тому, что мы можем это предлагать. И самое главное, друзья, что это сегодня крайне востребовано. И основная цель, которая была поставлена – донести эту информацию, она была услышана, и как раз это подтверждает о том, что на начало октября есть приглашение сразу к пяти главам государства Латинской Америки, говорит о том, что это крайне интересно. И дальше стоит вопрос, естественно, что все в один голос говорят, что это бедные страны сегодня, нет ресурсов для того, чтобы осуществлять такие грандиозные и стратегические задачи внутренними ресурсами. Но здесь, друзья, как раз и общая финансовая система сегодня настроена таким образом. И, как я уже говорил, у нас сегодня есть очень много серьезных партнеров именно финансовых фондов, которые нам четко говорят, что когда вы согласуете с правительствами строительства таких трасс, когда вам будут отведены участки, и, соответственно, вы покажете возможности этой технологии уже непосредственно на месте, тогда мы придем туда с стратегическими большими инвестициями. Поэтому это два, друзья, два непосредственно связанных между собой звена, что мы сначала договариваемся, показываем возможности технологии властям и бизнес-элите Латинской Америки, Центральной Латинской Америки. Соответственно, потом мы показываем демонстрации технологий, что это существует, это возможно. Потом мы увязываем все это в единый проект, который имеет просто колоссальные перспективы по развитию. И дальше сюда уже готов включаться крупный бизнес, потому что такого рода инфраструктурные проекты, они крайне интересны. Потому что вы можете представить, какой потенциал сегодня у страны Боливия, которая сжата и не может сегодня выходить ни на какие рынки, и не может разрабатывать стратегические месторождения, которые находятся на ее территории. И как эта экономика, и как эта страна будет развиваться, когда она получит выходы сразу в два океана внутри континента, и, соответственно, перемещение по территории Боливии будет очень быстрым, дешевым и безопасным. Соответственно, это новый потенциал, новая стратегия развития. И такие страны, как Боливия, Парагвай, Аргентина, любая, там, Бразилия, они просто покажут рекорды роста именно для своего региона. И, соответственно, тот потенциал, который сегодня в них заложен, он очень активно начнет развиваться. Точно такая же у нас стратегия сейчас, друзья, идет. И также готовится сейчас и встреча руководителя проекта, это инженера Юницкого с президентом Монголии и Казахстана, где также предлагается уже евразийская трасса, которая будет соединять Россию, Казахстан, Монголию и Китай. Соответственно, это также стратегическая трасса, потому что сегодня и месторождения, которые находятся в Монголии, это и таван-талгой, и коксующийся уголь, и медный концентрат, и урановые руды, и титановые руды, это то, что сегодня крайне дефицитное в мировой экономике. Это все огромные месторождения находятся в Монголии и Казахстан, но они, опять же, из-за отсутствия транспортной инфраструктуры не могут сегодня быть эксплуатированы. Поэтому туда, куда сегодня приходит Транснет, туда, куда мы сегодня начинаем строить эти трассы, соответственно, это дает новый абсолютно потенциал для развития. И таким образом, видите, у нас сейчас активнейшим образом идет работа по Латинской Америке, уже активно продвигается работа по Юго-Восточной Азии, в евразийском пространстве мы также ведем сейчас уже проработки. Это, друзья, следующий этап. Это то, к чему мы готовились, и то, что можно говорить и продвигать только тогда, когда есть демонстрация технологий. Потому что пока технологий не было, мы все показывали на картинках, и все показывали, исходя из теоретических возможностей, которые заложены именно в инженерные решения, в инженерную школу, которую создал Юницкий. Сегодня, когда демонстрация уже идет полным ходом, когда постоянно идет изготовление нового подвижного состава, то есть сегодня заложены еще новые и новые машины. Друзья, то есть пять машин вы уже видели в действующем образце и в различных модификациях. Сегодня идет дальнейшее уже увеличение линейки, а линейки именно подвижного состава. А сейчас идет качественное уже изменение о том, чтобы переход на производительность 200 миллионов тонн для грузовых трасс и, соответственно, демонстрация скоростных пассажирских перевозок со скоростями уже близким там 500-600 километров в час. Соответственно, эта работа идет плановая, как мы говорили уже в соответствии с этапами, и мы шаг за шагом приближаемся к тому, когда будут продемонстрированы уже основные возможности именно по производительности технологии Skyway. Но, друзья, ту работу, которую мы сейчас ведем, она крайне необходима, потому что, когда мы это продемонстрируем, это уже реализация адресных проектов, и мы будем уже запускать и запускать проект. Сегодня идет предварительная и очень важная проработка, то есть презентации именно возможностей, которые даст технология, и, соответственно, шаг за шагом мы подходим к реализации. В Индии, откуда вернулся уже Юницкий с Бабуриным, по-моему, пятый или шестой раз, они вот за последние полгода были в Индии, Индонезии, там уже идет конструктивная работа по работе уже управляющей компании, компанией с адресными проектами, там уже идут конкретные заказы, уже идут трассировки и реализация. Это уже, друзья, конкретный бизнес, и здесь уже информация в том плане, как мы вот доносим по предварительным проектам, ее, конечно, быть не может, и все, что я могу сказать, что сегодня прорабатываются, ну, как минимум, пять крупнейших адресных проектов, это на десятки и десятки миллиардов долларов, вот, но всю остальную информацию, насколько возможно, будет раскрывать только руководитель проекта, инженер Юницкий, ну, и Виктор Бабурин, который непосредственно курирует и запускает этот регион Индонезии, вот, соответственно, до Китая. Поэтому здесь, соответственно, тоже очень интересные идут предложения, вот, я об этих предложениях знаю, вот, и как сказал Бабурин, что те проекты, которые нам сейчас предлагают реализовать, если идти вот теми темпами поступательно, как мы движемся, то есть это хватит работы на всю оставшуюся жизнь, и там объем заказов исчисляется уже, друзья, даже не десятками миллиардов долларов. Но так как мы развиваемся параллельно во всех направлениях, вот, поэтому и активнейшим образом идет работа с Австралией, в Австралии, там наш просто выдающийся партнер Ротхук, который ни на один день, ни на одну минуту не прекращает работу по Скайвею, и, как я уже говорил, идет работа по всем направлениям. И, как это ни странно, для меня это, друзья, полная, скажем так, неожиданность, сегодня там, к чему я, ну, не то, что не был готов, я считал, что это пойдет в последнюю очередь, это непосредственно адресные проекты в Европе. Неожиданно сегодня есть предложение уже по запуску еще в этом году адресных проектов в Европе, в Центральной Европе, в Восточной Европе, и эти тоже вопросы сейчас рассматриваются, поэтому исключать о том, что даже в Европе в этом году начнется реализация конкретных адресных проектов, я бы, друзья, тоже не стал, хотя еще несколько месяцев назад я в это не верил, я считал, что мы будем строить как раз в Юго-Восточной Азии, в Южной Евразии, в Китае, то есть в Латинской Америке, но до Европы мы пока все-таки далеки. Но, тем не менее, друзья, я могу сказать, что это тоже ведется работа, и, скорее всего, друзья, как показывает вся практика, везде пойдет одновременно. Еще очень один такой важный и интересный момент, мы много вам говорили, я поздравляю наших коллег из Самары, вот, вы помните, что мэр Самары был один из первых, который высказал пожелание подписать соглашение со Скайвэем, потом вице-мэр Сластенин Владимир Владимирович приезжал и на Инотранс в Берлин, и, соответственно, был у нас в Марьиной горке, извините, на Инотранс он приезжал, мы готовили визит и ездили к нему, вот, и сейчас нам вот буквально вчера сообщили наши коллеги, что мэрия подписала договор со Скайвэем, в ближайшее время он будет оформлен в виде соответствующего соглашения, уже непосредственно, и его подпишет Анатолий Владимирович Юницкий, и готовится сейчас большая делегация приезда именно для того, чтобы уже в рамках этого соглашения рассматривать конкретную работу в экотехнопарк. Это, друзья, тоже очень, как бы, такое для нас знаковое событие, потому что это первое соглашение, которое начали готовить с властями в России, с мэром, вот, оно то набирало обороты, то тормозилось, то появлялись противники, и сейчас, друзья, все-таки очень важно, что эту работу довели до конца, вот, что со стороны мэрии этот договор сейчас подписан, самое ближайшее время, то есть приедет делегация, ее подпишет уже Юницкий как со стороны, ну, или, я думаю, что уже будет со стороны подписывать ЗАО «Струнные технологии» стороны Скайвэй, это уже генеральный директор ЗАО «Струнные технологии» Надежды Косарева, то есть это как раз, друзья, такой этап, когда начали работу и ее довели до какого-то логического конца, поэтому мне очень это приятно, потому что я начинал эту работу, я запускал этот вопрос, и рано или поздно, все-таки, видите, приятно, что это доходит до какого-то логического завершения. Дальше мы выберем проекты, и дальше я, друзья, абсолютно уверен, что в этом году будем делать трассировки, на следующий год начнем строительство в Самаре обязательно первых трасс, поэтому это тоже, друзья, очень важно, и это тоже показывает развитие проекта. Соответственно, исходя из этой логики, я могу сказать, что ту работу, которую сейчас ведем по Латинской Америке, то есть которая только-только началась, я могу сказать, что, друзья, к концу года нам будет что вам показать, и я абсолютно уверен, что это будет интереснейший проект, и мы с вами будем участниками заключения десятков соглашений с руководителями и регионов, и стран, и, соответственно, это будет очень важная такая веха по развитию SkyWay. Ну и, как я уже говорил, что остальные регионы сегодня нет, потому что изначально, друзья, та фраза, которая всегда звучала от Юницкого о том, что проблема транспорта сегодня волнует всех. Сегодня это основная проблема развития цивилизации, сегодня это основная проблема экологии, потому что это тот тупик, это тот, соответственно, тупиковое направление, которое сегодня ведет всю цивилизацию. Мы подошли к этому тупику. Я вчера был на трех встречах в Москве, друзья, я практически, сейчас скажу, с 9 до 12 часов просидел за рулем, провел всего три встречи, и это, друзья, ну, скажем так, это уже просто не граничит, точнее, выходит за рамки здравого смысла, когда приходится часами сидеть за рулем, и я не мог, то есть обычно я бросаю машину на въезде и на метро перемещаюсь, но так как сейчас время очень сжато, надо очень много проводить встреч в скайпе, в вайбере, по телефону общаться, поэтому я в машине, потому что это позволяет как раз вести эту работу. Это единственное, что сглаживает это время, которое находится интернет, сейчас мобильный интернет в Москве более-менее нормальный, который позволяет вести конференции и общение, но, друзья, 12 часов за рулем из-за трех встреч для того, чтобы это, это, конечно, перебор. И самое главное, что да, в Москве очень много делается сегодня для развития транспорта, но, друзья, я могу сказать, что и темпы развития, и вся инфраструктура, которая не закладывалась под такое количество транспорта, это говорит о том, что коллапс, транспортный коллапс ожидает не только Москву, Москву, естественно, потому что она вообще не проектировалась, и сейчас не проектируется под транспортную инфраструктуру, то есть строятся эти муравейники абсолютно без всякой закладки туда, как оттуда будут добираться или выбираться люди. Поэтому это тупиковое направление, и решено оно может быть только с помощью новых технологий, нового революционного транспорта, которым и является Skyway. Вы видели, что мы не единственная сегодня технология, которая предлагает концепты. Концепты есть очень многие, очень много нас сравнивают с Hyperloop. Кстати, сейчас выложил Илон Маск то, что будет, как себя будет чувствовать человек, который будет двигаться со скоростью 342 километра в час в этой вакуумной трубе. Алексей вам ссылку сбросит, у кого желание будет, можете посмотреть, потому что я бы не хотел, чтобы у меня за окном выглядел вот такой пейзаж. Но это, друзья, опять же, все определит только экономика, все определит только спрос на ту или иную технологию. Вот, видите, таким образом, друзья, продемонстрировали определенные испытания. Так вот, друзья, абсолютно правильно, тут вот мне сейчас подмечают, что все определит только цена технологии, все определит только спрос на технологию. Соответственно, кто даст самую технологичную, самую дешевую, самую безопасную систему, тот и окажется победителем в этой конкурентной гонке. Соответственно, друзья, мы абсолютно уверены, что Skyway именно та технология, мы в этом технологически убеждены, что инженерная школа Юницкого дает сегодня вне конкурентную технологию, которая не может по разным параметрам даже приблизиться близко. Соответственно, мы с вами создали механизм, который позволяет это реализовывать, продемонстрировать. И сейчас на ваших глазах возникает уже система, когда начинается внедряться этой технологии, запускаться адресные проекты. Поэтому, друзья, как уже не раз говорили, особенно в начале года, о том, что 2017 год – это будет год, когда технологии узнают все, и все будут делиться на сторонников и противников. 2018 год – это будет уже год торжества, когда, соответственно, технология Skyway вне конкуренции будет шагать огромными темпами на всех континентах, во всех странах. И, соответственно, темпы строительства трасс Skyway через год, через два я бы сейчас даже не взялся, соответственно, прогнозировать. Но с Родом Хуком, вот на Инотрансе, когда мы обсуждали, он вполне с точки зрения профессионального эксперта сказал, что я не исключаю, что первый миллион километров дорог будет построен за ближайшие 10 лет. Это, друзья, очень хорошие темпы, хотя, исходя из того, что мы сегодня делаем, проектируем и роботизированную систему производства, и роботизированную систему доставки, и роботизированную систему строительства трасс Skyway, то есть мы уже говорили, что мы готовим целый сегодня проект, программу по использованию роботов для доставки, то есть это и наши юнибайки, юникары, то есть это транспортные андроиды, потому что они работают уже в автоматизированном режиме, в единой системе управления. Дальше сегодня готовится уже и разрабатывается система летающих роботов, то есть дронов, карго-дронов, которые будут доставлять в труднодоступные места, элементы трасс и участвовать в строительстве. И все это будет работать в едином комплексе, именно роботизированном комплексе, и управляться будет по единой программному обеспечению, которое будет работать на новейших информационных технологиях с использованием в том числе и технологии программирования блокчейна. То есть это тоже сейчас активно прорабатывается, потому что это сразу позволит увязать и управление, и экономику, и те же контейнеры, которые будут перемещаться по всему континенту латиноамериканскому, они будут еще и участвовать, и управляться именно единым программным комплексом. Это тоже, друзья, то, что накладывается сегодня, работает то, что мы сегодня тоже активно развиваем, и в ближайшее время будем вам рассказывать, показывать, соответственно, для того, чтобы дальше развивать и делать. Так, ну давайте я сейчас передам слово Алексею. Он, как всегда, даст свое видение, свою точку зрения на то, что происходит. Ну и в конце я, как всегда, сделаю небольшое обобщение, и то, что нас ждет с вами в ближайшее время. Ждет нас, друзья, только очень интересная, очень сложная, но, я бы сказал, полностью удовлетворяющая работа. Поэтому, друзья, тот, кто не боится работы, тот, кто хочет увидеть, и как будет развиваться, то, друзья, я вас искренне с этим поздравляю, потому что, что в ближайшее время нас ждет, так это только огромное количество работы. Все, друзья, передаю слово Алексею. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот мы входим в прежний режим, но на самом деле очень много встреч и поездок планируется, поэтому мы скоро снова будем разделяться. Так, нет, звук есть, звук должен быть. Друзья, как меня слышно? Поставьте плюсики. Так, так, раз, раз. Друзья, как меня слышно, видно? Видно, этот самый редактируется, поэтому как бы это все хорошо. Хорошо. И снова мы будем скоро разделяться, потому что невозможно даже проводить сейчас вебинары вместе, и все вообще члены правления очень заняты, очень загружены. И, естественно, кто-то мечтает о таком далеком отпуске, отдыхе, но, так скажем, нам сейчас абсолютно не до этого. И, друзья, тут вот в чате под ником DNK, мы знаем эту прекрасную женщину, неоднократно появлялась на выставках и московских, и региональных мероприятиях. Сравнило именно вот изобретение Илона Маска, как испытывает человек с одним словом. Я вам напомню про то направление, которое Илон Маск запустил. И тут стоит признать, что да, действительно, он маркетолог, он пиарщик и так далее, но в первую очередь он обрел некую узнаваемость в венчурных кругах, и эту узнаваемость обретем и мы, потому что каждое нововведение, каждую технологию, которую будет демонстрировать именно вот в первую очередь генеральный конструктор Skyway Technologies Companies, будет приниматься миром, оцениваться мировой общественностью, оцениваться научной общественностью, и, соответственно, я думаю, что мы очень быстро обретем статус в венчурных кругах и в различных фондах, именно институционных, которые обычно подобные проекты финансируют. То есть это нас ожидает, ну, максимум, я думаю, что через два с половиной года, потому что когда пойдут уже первые реальные запущенные проекты, ну, невозможно будет не инвестировать именно крупным институциональным инвесторам, уже не в головную, не в корневую компанию, потому что финансирование, возможность, скорее всего, будет закончено, и мы к этому подходим, что, допустим, сейчас, вот как Сергей Анатольевич сказал, конкретно задумывается руководство компании, потому что инвестиции, и мы эту статистику Сергея Анатольевича видим, они растут и растут. Растут, несмотря на то, что сейчас нас, так скажем, трясут европейские регуляторы, сейчас нас атакуют, и вот как бы благо Андрей сегодня, наш именно борец, боец с троллями, присутствует на вебинаре. На прошлом вебинаре Андрея не было, и сразу мы ощутили, то есть мне пришлось закрыть чат, ну, примерно пять троллей работали одновременно. То есть это конкретный вред, мы предполагаем от кого, ну, наверняка от тех же ребят, которые запустили скамовое, фейковое ICO. Это именно такая вот, именно организованная группа, противодействующая Skyway под руководством Виктора Узлова. И, дорогие друзья, очень много мы еще таких противодействий будем встречать, но мы абсолютно к этому готовы, и наряду к тому, что компания будет проходить сертификацию вот с 11 сентября, если мне память не изменяет, и продлится эта сертификация, ориентировочно я не могу сказать сколько, потому что только на подвижной состав более 25, либо 30 различных тестов подразумевается. Но это действительно экзамен, это испытание, и вы видели в видео, которое выложено на официальном канале, что это испытание непростое, но нет никаких сомнений, что мы его пройдем, и я думаю, что с учетом того, что все было рассчитано, все было спроектировано, все было смоделировано, никаких трудностей абсолютно не будет. Да, там просили обшивку, снятие у Unibus, и, друзья, это нормально, потому что на этом транспорте будут перемещаться люди. А пройдет ли сертификацию Hyperloop, Hyperloop, ну, я не знаю. Я вспомню еще одно направление Илона Маска, так вот, как бы, частенько мы о нем говорим на вебинарах, конечно, но по-другому нельзя, потому что спрашивают часто, вот, есть ли у вас конкуренты, и мы говорим, что конкурентов, в принципе, в нашей сфере сейчас нет, но многие считают по ошибке конкурентами Hyperloop, то есть это не конкуренты. Илон Маск придумал также рытье тоннелей, и сейчас более того, он декларирует, что тоннели, которые с Морин Компани будут прыться, и рабочее название вот машины, там действительно как 12 автобусов лондонских, вот этих вот длинных, красненьких, кто был в Лондоне, понимает, о чем я говорю, 12 автобусов, представьте, вот эта махина будет рыть под мегаполисами, то есть у Маска возникла идея, чтобы так избежать пробок, и каким образом вообще обеспечить нам инфраструктуру, каким образом там проложить интернет, понятно, что сейчас в метро есть интернет, но это определенные дополнительные затраты, и если говорит он, что 14 тысяч долларов против нескольких миллионов долларов, за именно преодоление определенной дистанции будет тратиться, то это опять же наверняка такой предварительный расчет, который в 10, в 20, может быть, в 50 раз увеличится, но больше всего меня поразило, что под землю хотят поместить вот этот транспорт, который стробоскопит на испытаниях, и действительно даже люди, которые склонны к эпилепсии, я не рекомендовал бы смотреть это видео, потому что может быть психический приступ. Естественно, будут какие-то обходные маневры, то есть будут картинку природы вставлять, но смысл в том, что будет перемещение внутри трубы, и я могу сказать, что лучше уж перемещаться на высокоскоростном подвижном составе 500-600 км в час, если пока что не создан гиперскоростной транспорт, который Анатолий Эдуардович придумал еще в, так же примерно, как и транспорт Skyway родился, то есть более 30 лет назад, лучше уж дождаться гиперскоростного транспорта, но который так же легко сертифицируется, как и будет сертифицирован наш подвижной состав. Ну, мои сроки, это в октябре он, скорее всего, точно будет сертифицирован. Но, естественно, я не могу утверждать, друзья, потому что это действительно очень серьезная такая и наша заявка, и это первый такой экзамен, знаете, как вот Skyway под руководством Юницкого учился-учился, именно получился первый такой именно результат, подвижной состав, путевая структура. И сейчас это все будут принимать преподаватели, причем они преподаватели такие достаточно консервативные. То есть нам пройти этот экзамен, и в Республике Беларусь мы можем реализовывать после этого проекта. Многие спрашивают, после сертификации запустятся ли моментально проекты по всему миру. Друзья, нужно помнить о сертификации именно международной. То есть, естественно, азиатская сертификация будет подразумевать свои особенности. Но я могу сказать, что плотное сотрудничество ведется зао струнной технологией лично Анатолия Эдуардовича Юницкого с Академией наук Республики Беларусь. И было получено даже приглашение в Саудовскую Аравию на выставку. То есть, представьте, что Академия наук приглашает инновационную, прорывную, но венчурную пока что технологию в Саудовскую Аравию на выставку. Ну, а вы помните такие проекты, как Джида Мека? Пролистайте в плейлисте YouTube на самое начало. То есть, эти проекты обсуждались еще до формирования новейшей истории Skyway. То есть, когда был запущен краудинвестинг. То есть, такие проекты, они уже прорабатывались. И что-то мне подсказывает, там будет полнейший фурор. И без адресных проектов, без конкретных договоренностей, скорее всего, не удастся вернуться, потому что, ну, собственно, в Саудовской Аравии и как связка со многими странами, это действительно просто необходимо внедрение технологии Skyway. Также Виктор сообщил, что идет подготовка достаточно крупной конференции в Индии. Она будет осенью. И осенью, вы помните, что у нас вот в Латинской Америке будет в ноябре энергетический форум, съезд, на котором также мы в Skyway постараемся представить максимально. И вот, как бы, Азия, если то, это конференция. Если говорить, другую часть света, это Саудовская Аравия. Не забываем, что Алла Аль-Шаир с Абдулли Рахимом Наки вовсю работают и готовят. Также я могу сказать, что определенные проработки и лично наш Сергей Анатольевичем, партнеры по Катару тоже. Причем интересные очень люди также прорабатывают возможные проекты. И в Австралии по Роду Хуку меня попросили посмотреть выступление Рода Хука. Он выступил и попросил перетранслировать информацию, чтобы два раза не выступать. Иногда и мы его также будем отрывать от дела, приглашать выступать. Я не исключаю, что на телемосту он появится на ближайшем, которым у нас будет. И на конференции SWIG он выступил. Я обязательно эту информацию просмотрю. И такие вот самые главные выжимки вам выдам именно на вечернем вебинаре. Скоро будут очень серьезные, крупные новости по Индии. И готовится сейчас почва. Готовится сейчас именно правильная подача этих новостей. Выйдет большое интервью Виктора Бабурина. Как обычно, я думаю, в формате за кружечкой кофе, за кружечкой сока. И это будет то интервью, которое я с нетерпением жду, потому что многого мы с Сергеем Анатольевичем не знаем абсолютно. И это будет огромный драйвер, на который может повлиять и еще переход на новый этап. Даже несмотря на то, что на два этапа сейчас может сразу скакнуть дисконт, если, соответственно, так решит головная компания. И произойдут те события, которых мы сейчас ожидаем. Это самые такие ожидаемые события. То есть это установление рекордной инвестиции от Франтишка Солара и группы остальных директоров. То есть это будет достаточно серьезное, крупное, масштабное производство именно элементов путевой структуры и металлоконструкции для Skyway именно на территории Европы, где находятся Чехия, Словакия. И если мы позиционируем, что в Боливии может быть именно как ядро, то есть именно как эпицентр зарождения Skyway именно в новейшей истории Skyway в Латинской Америке, то вполне возможно, что такой вот именно производственный мощный центр будет в Словакии. Но ожидаем, друзья, эта сделка, так скажем, готовилась еще до начала Skyway и потом переориентация Skyway. Это, кстати, я могу сказать, очень серьезный показатель будет для крупных производственников, для крупных предпринимателей, бизнесменов, когда они увидят этот пример. Мы раскроем только имя Франтишка Солара. Я думаю, что все отлично знают, все помнят нашего лидера, нашего топ-эксперта, точнее нет, пока что эксперт, даже Франтишек. И я могу сказать, что он именно следует стратегии работы с глубиной и как полководец ведет свой полк в экспансии, в завоевании, в увеличении инвестиций, потенциала адресных проектов именно на территории Европы и не только. Это арабские страны, это сейчас вот сотрудничество с нами, с Сергеем Анатольевичем, это Латинская Америка. И это действительно такой вот очень мощный полководец. Так вот, остальных директоров мы именно не будем оглашать, но Франтишек, как именно такой флагман и флаг, будет показательно рассказывать и демонстрировать всем предпринимателям, руководителям заводов, корпораций. Друзья, что был сделан первый шаг и будет определенный приоритет при общении с головной компанией уже по адресам и проектам. Ну, естественно, сейчас приоритета такого, как у рода хука ранее, ни у кого нет. И сделайте и вы первый шаг. Я предполагаю, что после этой инвестиции, как она свершится, произойдет именно такой вот веер подобных инвестиций. Мы не исключаем перехода еще и на следующий этап. И, друзья, многие спрашивают, задают вопрос про аудит зао-струнные технологии. То есть он будет выложен буквально на неделе. И все, что планировалось, все, что декларируется, оно демонстрируется и реализуется именно в проекте Skyway. Привыкайте к этому, кто смотрит данный вебинар в первый раз. Ну и вы помните ту новость замечательную, которую мы действительно транслируем. Это наша гордость. Я уж не говорю про то, что Надежду Геннадьевну Косареву наградили именно как лучшего генерального директора, привнесшего клад в Марину Горку. Это очень так вот респектабельно, потому что драйвером экономики Мариной Горки, ну и драйвером вообще в будущем всей мировой экономики является именно проект Skyway, находящийся по улице Зорный Шлях, что переводится с белорусского «звездный путь». И, друзья, что касается налоговой проверки, в предстоящий год нам налоговая проверка не светит абсолютно именно как зао-струнные технологии, потому что два года успешно проходили и освободили на некоторое время от налоговой проверки как и идеального налогоплательщика. И я могу сказать, что как одного из крупнейших налогоплательщиков, ну кроме китайцев, которые построили большой комплекс. Я думаю, что в будущем и очень скоро мы и их обгоним. И я хотел бы остановиться, друзья, на таком понятии. Вообще вот сейчас многие говорят об интернет-вещей. Я глубоко, когда погружаюсь в мир блокчейн и анализирую многие моменты, вижу, что говорят интернет-вещей, смартфоны, коммуникации, чуть ли не кофеварки, общаются с чайниками. Не происходит сейчас этого, дорогие друзья. Виртуальная реальность используется только для игровой индустрии, она не используется для туризма, она не используется именно в широком обиходе и применении. И я могу сказать, что через два года и сейчас уже рождается новый мир вещей, это транснет-вещей. И мы не исключаем того факта, что транснет-вещей теоретически может вообще обогнать мир интернет-вещей по развитию и в будущем по капитализации. Потому что, естественно, все это будет следовать современнейшим трендам и располагаться на соответствующих платформах, с соответствующими протоколами. Если понадобится блокчейн, это будет блокчейн. Если понадобится создать свой блокчейн, будет создан свой блокчейн. Но фишка в том, что мир транснет-вещей, он появится и он будет развиваться. Он будет развиваться стремительно. А если говорить о нашем младшем брате интернет, то появилась сеть в виртуальном воплощении. Транснет будет уже интернетом, в том числе и в физическом воплощении. И буквально по путевой структуре от адресного проекта к адресному проекту, то есть через сеть адресных проектов в виде электричества, в виде оптоволокна передачи сигналов, будет передаваться и интернет, и электричество. И, соответственно, наши транспортные андроиды, наши роботы, формирующие в том числе новую цифровую экономику и реальную экономику, они будут именно составляющими мира транснет-вещей. И я думаю, что еще до запуска первых проектов, мировые издания так или иначе начнут говорить об Анатолии Эдуардовиче Юницком, как о создателе нового мира вещей. То есть и транснет-вещей действительно заполонит все издания, потому что этого сейчас не делает никто. На это сейчас не замахивается никто. Даже Hyperloop, те же самые, и SkyTrend, они просто охватывают отдельные отрасли. Hyperloop в данном случае пытается охватить гиперскоростную отрасль, перевозку на гиперскоростях пассажиров, не рассматривают комплексное, более мелкое инфраструктурное решение. То есть у них просто решений нет. Если попросить, как перемещаться на чуть-чуть меньших скоростях, и чтобы была связка именно с гиперскоростями, причем в автоматическом режиме, они скажут, что, ребят, мы представляем только услугу гиперскоростей, если вдруг они ее реализуют. У нас же будет комплексное инфраструктурное решение, и поэтому, Анатолий Эдуардович, рабочее название в Крыму мы в том числе обсуждали, это новая транспортная инфраструктурная альтернатива на основе технологии SkyWay, которая будет применяться во всем мире и будет отвечать на все вопросы, касающиеся транспорта и инфраструктуры. Ну и, соответственно, все узлы, все транспортные андроиды и путевая структура, которая также будет являться интеллектуальной, это будут составляющими уже интернет-вещей. Ну и на одном из вебинаров мы с Сергеем Анатольевичем как на тот момент еще позиционируем себя как футурологами, но футуролог у нас один, друзья, это генеральный конструктор, это Леонардо да Винчи нашего времени, который еще блокчейн описал в 89-м году в своем научном труде именно по описанию потенциальной новой мировой финансовой системы. То есть это для меня, как для человека, погружающегося в эту сферу, было просто таким шоком. То есть я даже перечитывал эти абзацы, обязательно мы будем это все раскладывать по полочкам, когда настанет время. Но, друзья, это нужно обладать просто супер интуитивным мышлением, чтобы предсказывать и предвидеть тренды, которые будут создаваться только через 20 лет. Ну да, в принципе 20 лет. То есть создался уже первый биткоин, примерно вот в 2009 году продали первую пиццу. И, дорогие друзья, у нас не будет продаваться первая пицца, у нас будет оплата первого проезда, у нас будет привязано многое к экономике Транснет, и появится мир Транснет вещей, который потенциально, на наш взгляд, именно приверженцев технологии Skyway и высшей школы инженера Юницкого сможет обогнать мир интернет вещей, потому что результаты пока что ожидаемый мир интернет вещей не показывает. Так, Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо. У меня опять выключились камеры и микрофон, поэтому я перезаходил, так сказать, это друзья. В общем, проблемы у нас технические с Мерополисом, с компьютерами, но пока решаем, пока будем делать, так сказать, пока идет как идет. Так что это спасибо, Алексей. Алексей, как вы понимаете, кто внимательно следит и очень серьезно следит, Алексей сказал несколько очень таких важных вещей. Вот, прошу, как бы это. Поэтому те, кто следит, те, кто внимательно слушает, и для кого это интересно, вы понимаете ценность информации, которая сейчас идет. Мне очень много задают вопросов по поводу вебинаров, которые сейчас ведут наши коллеги и Виктор Тарасов с Гузель, и, соответственно, Александр Мэнко просят прокомментировать выступление. Ну, друзья, это, наверное, не совсем, как бы, корректно, потому что это все-таки независимые эксперты, они каждый ведет по своему, как бы там, глядывает по своему призванию. Эти вебинары, они не являются сотрудниками ни головной компании, ни Skyway Capital. Это взгляд экспертов, которые сейчас есть. Поэтому Виктор Тарасов, на мой взгляд, очень всегда с Гузель профессионально дают именно финансовые аспекты и финансовые грамотности. И поэтому я сам с большим удовольствием слушаю эти вебинары. И, соответственно, когда меня спрашивают, то я всегда комментирую, что да, это очень полезно. То, что делает Александр Мэнко, друзья, это его личная инициатива. Единственное, что вызывает несколько, как бы, вот, ну, несколько раз меня даже Юницкий просил ему довести эту информацию. Я тоже говорил, что он представляется как стратегический инвестор. Просто уточняю, что стратегического инвестора в Skyway нет. Есть крупные инвесторы на сотни, на несколько сотен, на миллиарды долларов. Такие есть люди. Но это не стратегические инвесторы. Вот, поэтому стратегический инвестор – это тот, кто определяет стратегию развития компании. Так вот, Александр Мэнко к тактовым не является. Поэтому тоже будет к нему просьба убрать такое понятие. То есть, вот, я обычно всегда представляюсь, что я партнер проекта Skyway, я инвестор проекта Skyway, и я тот, кто продвигает проект Skyway. Вот, соответственно, я думаю, что это самое правильное, ну, стратегически от 100 миллионов. Нет, друзья, я говорю, я знаю несколько инвесторов, у которых акций намного больше, чем 100 миллионов. Намного больше. И тем не менее, никто из них стратегическим инвестором себе. Вот, и второй момент, что Александр Мэнко ведет информацию о многих технологиях, в том числе по Skyway, это уже его личное мнение. И сразу, чтобы вы понимали, ни группа компаний, ни конструкторское бюро к этому никакого отношения не имеет. Это просто личное мнение определенного человека, который хочет об этом рассказывать. И прошу к этому относиться. Так же, как мы, наверное, и замечали на наших с Алексеем вебинарах, мы всегда подчеркиваем, что это наше личное мнение. Отчасти, когда мы доводим концепцию или информацию от имени Совета директоров Skyway Capital, мы говорим, что это информация именно Skyway, касающаяся Skyway Capital. Но это не официальная информация, соответственно, зала струнной технологии и конструкторского бюро. Это тоже всегда надо понимать и всегда к этому относиться. Мы работаем в информационном поле. Мы доносим информацию о Skyway. Мы, так как находясь в гуще событий и выполняя определенные функции Skyway, мы доводим до того, как идет развитие проекта. Мы комментируем развитие проекта. И эта задача, друзья, очень важная для тех, кто доносит дальше эту информацию, кто для себя принимает решения и кто работает дальше с потенциальными партнерами-инвесторами для того, чтобы, соответственно, грамотно доводить информацию о Skyway. Вот это вот наша задача, это информационное поле, которое сегодня работает. То есть дальше мы, как я уже говорил, с сентября активно, ну лично я и Алексей, мы начинаем задействовать такие ресурсы, как активно и Facebook, и Instagram, и ВКонтакте. Там будет очень много размещаться информации. Мы запускаем сейчас блог с Алексеем тоже для того, чтобы именно больше давать информации именно в развитии, именно комментируя определенные вещи. Потому что вся информация, которая необходима для того, чтобы понимать, как развивается проект, она идет из официальных источников. Мы, друзья, занимаемся только тем, что определенно акцентируем внимание на определенных аспектах, комментируем, делаем и показываем свое видение людей, которые активно работают в проекте, которые выполняют определенные функции именно и сейчас по привлечению инвесторов, инвестиций, и по продвижению проектов в разных странах, и по выстраиванию уже сети адресных проектов. Мы активно в этом процессе участвуем, и, соответственно, этим мы с вами делимся. Это мы сейчас, друзья, показываем. Но опять же, еще раз акцентирую внимание, друзья, это наше мнение, это наш взгляд. И с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, можно спорить. Это, друзья, уже абсолютно ваше точка зрения, и я к этому отношусь тоже абсолютно с пониманием. То есть я далек от мысли, что все вебинары, которые мы проводим, они абсолютно идеальны, они нравятся всем. Нет, друзья, мы не тульский пряник, чтобы нравиться всем. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, поэтому у нас очень много лекторов, очень много тех, кто доводит информацию. У нас фондов несколько, которые сегодня и привлекают инвесторов, и, соответственно, работают проекты. То есть у каждого из них есть своя специфика, своя особенность, своя аудитория. Поэтому это тоже, друзья, абсолютно нормально. Общая наша задача – это развитие проекта Skyway. Это то, чтобы инженерная школа Юницкого сегодня выходила на новый уровень, потому что наша с вами капитализация того, что куда мы инвестируем – это интеллектуальная собственность, которая при реализации адресных проектов должна превращаться в реальные активы. Вот над этим, друзья, мы как раз сейчас работаем. Много задают вопросов по внутренней бирже, то, что говорили про запуск. Друзья, работа над этим самым активным образом ведется. Мы говорили, что конец этого года, начало следующего, но скорее это конец этого года, это начнет функционировать. Какие-то элементы уже и запуска адресных проектов с применением технологии электронных платежей, это тоже будет задействовать. И, соответственно, как мы говорили, все сейчас задают мне один вопрос, а когда будет свободный оборот, когда можно будет продать, кто хочет обязательства Skyway. Это, друзья, сейчас сказать очень непросто, но, скорее всего, в этих же сроках, конец этого года, начало будущего года, это будет происходить, потому что в этом направлении вся работа ведется. Вот, поэтому 100 миллионов акций тут пишут не так много. Но, друзья, кому-то много, кому-то мало. Когда одна акция будет стоить 10 долларов, поверьте, что 100 миллионов акций будет очень-очень хорошая сумма. А я думаю, что, друзья, такое время обязательно когда-нибудь наступит. Когда, сказать трудно, через 5, 10, 20 лет. Вот, это, друзья, невозможно сейчас сказать. Вот, но, исходя из анализа, исходя из того, что время сейчас очень сжато и год в Skyway идет 10 лет, которые идут за его пределами, то я могу сказать, что все, что мы предполагаем, будет происходить намного раньше, чем это было бы за пределами. Вот, поэтому, друзья, еще раз как бы хотел подчеркнуть, друзья, что, вот мне сейчас пишут, что почему нет сейчас новых репортажей с Марьиной Горки, что там делается. Друзья, вы должны понимать, что к 1 июля делалось очень многое, и основная задача была продемонстрировать 1 июля. Сейчас готовится еще очень много таких основополагающих. Готовится еще одна принципиально новая путевая структура и подвижной состав, которая позволяет преодолевать большие углы наклонов до 30 градусов. Готовится сейчас именно несколько разновидностей под конкретные заказы уже подвижного состава. Но показывать это, друзья, можно будет только тогда, когда это будет готово, когда будут запущены патенты, когда это уже будет непосредственно демонстрировано заказчикам. Поэтому, друзья, вы тоже должны сейчас понимать, что мы подошли уже к реальной стадии, когда запускается бизнес. И очень многие вещи, которые мы допускали и могли говорить 3 года назад, 2 года назад, и даже год назад, когда шло формирование именно демонстрационного стенда и демонстрационного участка в Мариной Горке, это было одно. Сейчас, друзья, совсем другая стадия, и очень о многих вещах просто нельзя говорить. И я думаю, что тот, кто это понимает, относится, соответственно, к этому разумно. Ну, а тот, кто не понимает, друзья, ему хоть объясняй, не объясняй, это все равно бесполезно. Поэтому большинство, конечно, с кем я в переписке, с кем я общаюсь на конференциях, значит, я могу сказать, что, друзья, большинство, конечно, это разумные люди. Есть некоторые, что вот я купил год назад, и когда мне дадут номинал, я там получу, не знаю, свои сотни тысяч, миллионы процентов, это, друзья, конечно, неразумный подход. Вот, поэтому здесь, исходя из того, что мы высокотехнологичный инновационный венчурный проект, вся наша сегодня доходная часть зависит только от реализации технологий, к чему мы должны, друзья, подойти, и что мы вам показываем, что сегодня происходит. Что спрос и интерес к технологии, это, друзья, я могу подтвердить не с чьих-то слов, а то, что я вижу постоянно, постоянно растет. И в этом как раз и заключается наша основная работа, чтобы спрос и интерес к технологии был постоянно повозрастающийся, увеличивающийся. Соответственно, это будет обеспечивать рост и количество адресных проектов, и капитализацию, и, соответственно, обретение реальной стоимости тех инвестиционных пакетов, которые мы с вами сейчас сформировали именно вот на вот этой венчурной стадии. С юридической точки зрения, друзья, мы отработали сейчас очень стройную схему. Она не идеальная, но фактически позволяет нам работать во всех странах мира. Друзья, платежная система, которая сегодня у нас существует, она, к сожалению, периодически дает сбои, это объективные причины. И очень много было нареканий от наших партнеров за прошлую и позапрошлую неделю, что были сбои по платежным системам. Друзья, это технические моменты, и они были. К сожалению, они будут, мы их не все сможем избежать, но по мере развития и становления мы все больше делаем эту систему более надежной и функционирующей. Сейчас в личных кабинетах вы видите реквизиты, где можно прямым банковским платежом, соответственно, платить сегодня на компанию-партнеру Skyway, на эстонскую компанию. И мы рекомендуем сегодня этим механизмам сегодня и нашим лидерам, и активным партнерам пользоваться, потому что это довольно-таки надежный и самый быстрый и самый дешевый способ пополнения средств. Поэтому смотрите, изучайте, но рекомендация, соответственно, такая, что это прямой платеж с тем назначением платежа, который стоит в личном кабинете. Поэтому изучайте, смотрите, применяйте. По темпам развития я могу сказать, что мы очень активно продолжаем и развиваться, и расти. То есть сегодня, наверное, август будет очередной рекордный месяц для нас, как фонда Skyway Capital. Соответственно, сентябрь его нельзя будет сравнивать ни с каким другим, потому что, скорее всего, в сентябре будет смена очередного дисконта, а может быть даже переход через соответственный этап. Поэтому это, конечно, всегда очень серьезно стимулирует тех партнеров, которые наблюдают за проектом, которые видят реальные изменения. Поэтому тут еще раз задают вопрос по Индии. Друзья, по Индии мы уже прокомментировали, сказали. И самое главное, что сегодня или завтра выйдет большой репортаж от главной компании, где Юницкий и Бабурин именно дадут официальное видение того, как сегодня развивается. Значит, еще очень интересная такая информация. Я бы сказал, что на сентябрь месяц готовится официальная поездка лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в Индию. Это официальная будет делегация. И параллельно с ней будет состоять, состоится поездка бизнеса Белоруссии, который именно сегодня наиболее активный и внутри Белоруссии, и за пределами. Это как делегация бизнеса в составе официальной делегации Белоруссии. И я могу сказать, что и Анатолий Довальевич Юницкий, и Виктор Бабурин, они будут в составе именно этого бизнес-представительства Белоруссии. Там запланирован целый ряд встреч уже и презентаций на официальном таком статусном уровне уже в Индии. Будут очередные встречи уже и с министрами транспорта, энергетики, инфраструктуры. И это тоже очень важный такой момент, потому что для Белоруссии сегодня, для ее узнаваемости технология Skyway играет все большую и большую роль. Поэтому это понимание тоже приходит, это понимание тоже сегодня, ну скажем так, дорогого стоит, потому что это результат оценки властей Белоруссии, которые наблюдают за проектом, на территории которой развивается Skyway, и то, что сегодня дает определенный результат. Поэтому мое убеждение, что через некоторое время Белоруссию будут знать именно по таким мощным предприятиям, как Skyway, БелАЗ, МАЗ, ну там трактор Беларусь. Вот, поэтому это становится именно лицом и визитной карточкой. С учетом того, что везде, где мы сегодня проводим переговоры, мы всех приглашаем, и вот у нас начиная с октября месяца пойдет целый ряд официальных делегаций уже в Марину Горку, мы везде приглашаем, именно как белорусская компания, как белорусская технология, которая продвигает Skyway по всей планете. Хотя, друзья, с точки зрения развития проекта, мы как партнеры, как акционеры, у нас уже технология не имеет национальности. Она интернациональна, она трансконтинентальна, соответственно, то, что мы сегодня делаем, Skyway не имеет границ, мы объединяем мир, и мы, соответственно, спасаем планету. Ну вот, друзья, давайте на этом на сегодня завершать. Следующий вебинар у нас по плану, значит, как мы уже говорили, вечером Uniskai-вебинар для наших венгерских, словацких, чешских, английских и итальянских партнеров, сербских еще, значит, он будет по плану в 21 час, соответственно, вести будет Алексей, и по техническим причинам, я надеюсь, что я решу все проблемы взаимодействия с Мирополисом и подключу свои компьютеры, значит, соответственно, я тоже буду вечером участвовать. Если нет, то тогда в следующий раз уже будет 100% гарантированно, потому что пока мы еще воюем с технической точки зрения, с связи с Мирополисом. Ну вот, друзья, давайте на этом завершать, соответственно, 304 дня до Экофеста, до следующего такого эпохального события в жизни проекта Skyway, ну и будем говорить, что в жизни вообще развития всего, что связано с транспортом, а как и в итоге с развитием. И на этой неделе намечается еще ряд очень таких интересных встреч и событий, о чем вы узнаете уже по ходу развития. Значит, в сентябре у нас какие события будут очень такие значимые? Значит, 16 сентября будет конференция в Италии, в Болонии, где буду проводить я, там будет Франтишек, Ласло, Чивос, Чаба. Значит, 20-21 сентября будет большая конференция в Белграде, в Сербии, где будут представители Сербии, Хорватии, Венгрии. И 23-го будет большая конференция уже такая европейская в Праге, которую будем проводить мы с Франтишеком Солором. Вот это такая большая сейчас работа. И где-то в первых числах октября мы, соответственно, с Франтишеком Солором уже летим на большие переговоры в Латинскую Америку для того, чтобы готовить встречу уже руководителя проекта инженера Юницкого и руководителя ряда глав государств, участников уже вот этого транс, скажем так, океанского континентального проекта в Латинской Америке. Поэтому действительно это наш первый такой опыт, это действительно первая стратегия, ну помимо Австралии, которая предлагалась еще 15 лет назад, такой опыт именно на межгосударственном уровне дать новую стратегию и концепцию. Поэтому, друзья, мы все об этом будем рассказывать, показывать, вы все за всем этим будете следить. И я считаю, что результат, к которому мы подойдем к ноябрю, когда будет Мировой энергетический форум, на котором мы предполагаем как раз уже представить эту концепцию, как раз, друзья, будет очень-очень много что интересного, ну и, соответственно, очень много серьезного и важного. Все, друзья, давайте на этом будем завершать. Строй Skyway, спасай планету. Строй Skyway, спасай планету. Продолжение следует...